Здравствуйте! В эфире программа «Открытая студия». Меня зовут Инкара Карашаева. В городе Ахтубе недавно было создано государственное коммунальное предприятие «Хазмет Ахтубе». О его деятельности расскажет наш гость Аслан Рахметович Жумашев. Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу студию. Вы еще и депутат городского маслехата, вижу по значку. Расскажите, пожалуйста, Аслан, какие перед вами задачи поставили власти и отличия, наверное, от деятельности Табы Сахтубе, больше известной для всего населения? Добрый день еще раз. Получается, руководством города было принято решение о создании данного государственного предприятия коммунального и передачи всех скверов и парков города Ахтубе. Получается, на сегодняшний день в городе Ахтубе есть 69 парков и скверов. Из них в надлежащем состоянии, которые оформлены юридически, принято на «Хазмет Ахтубе» 41 сквер парков. Как вы знаете, на данное предприятие поставлена задача – это содержание, озеленение данных скверов и парков и полностью обслуживание всех. Также на сегодняшний день мы принимаем на работу людей, штат ориентировочно будет составлять примерно около 120 человек. Сами понимаете, объем работы очень большой, так как состояние сейчас парка, именно имени первого президента, это был запущен парк. Сейчас на сегодняшний день мы уже разработали проект. В рамках данного проекта в целях безопасности наших детей мы планируем убрать велосипеды для взрослых, подростковые велосипеды, также электросамокаты, которые на большой скорости двигаются. Мы все эти, получается, убрали. Также в парке мы сейчас разработали проект по однотипному киоску, то есть сзади, именно по прогулочной зоне, там будут однотипные киоски. На сегодняшний день мы уже неоднократно встречались с предпринимателями, которые имеют там павильонные киоски. До праздника День города мы планируем уже обновить все этот облик. Также в парках планируется оживление всех той сферов. Мы осуществляем там переговоры с предпринимателями, чтобы не только парк имени первого президента был притоком людей, и также оживить все парки города. То есть на сегодняшний день, как вы знаете, открыли сквер имени Исидбатыра в микро-вене Нур-Сити, в микро-вене Исидбатыра, да? Также планируем сейчас поставить пару аттракционов, такие же киоски, аналогичные там, значим, электронных машинок, электрических машинок детских, и также велосипедов. Там сквер очень длинный, как бы, и чтобы не у всех же, то есть есть машины, чтобы приезжать в город и как бы привезти там в парк первого президента или там так же на бульвар Абая, там детей. То есть развлечения будут? Да, развлечения будут, то есть там же в микро-вене Нур-Сити, то есть безвыездное, чтобы люди не тратились на проезд. Аслан, вот вы забежали вперед, да? Ваше предприятие, получается, не будет ограничиваться только уходом, да, каким-то порядком, соблюдением порядка, да? Получается, вы вносите свои инновации. Да, получается, данные, вот, как вы сказали, различия между Табус-Ахтубе и нами, то есть у нас обслуживание только парков и скверов. Табус-Ахтубе, как вы знаете, она занимается и сануходом города, да, то есть очистка мусора, очистка, ну, зимний период, это от снега и так далее, то есть по благостройству, там, брусчаток, все, занимаются. Места массового отдыха только... Места, да, скверы и парки только у нас будут на обслуживании. А вот проект нового парка президента включает еще зоны барбекю интересные, да, зоны отдыха. Это возможно завершить в один год? И где будете закупать вот весь этот инвентарь, как бы там будут какие-то интересные дизайнерские решения? Да, вот на сегодняшний день мы как бы с молодыми дизайнерами города разработали вот данный проект. Вообще планируется разделение данного парка на зону общественных мероприятий, на прогулочную зону, на зону барбекю и спортивную зону. То есть, как вы знаете, в парке есть зона, вот, спортивная зона, где есть там для этих... БМХ-площадка, да, например, там есть рядом баскетбольная площадка, где люди занимаются, планируются также туда установить футбольную площадку. По установке, вот, правильный вопрос, мы сейчас переговариваем с предпринимателями, которые готовы вложиться, то есть, готовы инвестировать, как бы, в парки, то есть, установить там, например, павильоны, также установить там мафы и так далее для, скажем, кафе. Ну, как вы знаете, в парках, в общественных пространствах нельзя устанавливать парки, но имея в виду, там, для, если говорить, фастфуда. Фастфуда, да, перекусить, чтобы. Перекусить и как бы на этой же зоне установить там кинозону. Кинозону там человек пришел, закупил и также сел на пуфиках, да, и смотрит фильм. То есть, интересного будет, в принципе, много. А когда, когда полностью завершится? Ну, на этот год мы планируем вообще, как бы, вот прогулочную зону и зону общественного мероприятия и спортивную зону завершить. Также хочу вот сказать, что вот компания Косхром сейчас намерена построить детскую площадку на 2000 квадратов. То есть, буквально завтра, вторник, у нас есть устная договоренность с представителями данной компании, с представителями Акимата, совместно будет осмотр территории, где мы уже примерно определимся, где будет установлена площадка. А также вот на правильный вопрос касательно зон разделить, чтобы уже человек примерно понимал, в какой зоне он сегодня намерен там отдохнуть. Или в зоне барбекю покушать, насладиться, посмотреть фильм и с друзьями побеседовать, поговорить. Или же он идет на зону аттракционов, на игровую зону, да, там с детьми и развлекаться дальше. Вы уже указали о безопасности, но батуты также будут в парках стоять, ведь о их безопасности очень много родителей беспокоится, да? И вот вы сказали 2000 квадратных метров. То есть, детям в других зонах, в принципе, гулять не разрешается или как? Нет, как бы мы запрещать не можем. Прогуливаться и гулять можно по всей территории парка. Но касательно детской площадки, это будет на бесплатной основе дети играться. А есть аттракционы, которые, скажем, платные, да, там уже, соответственно, если родитель позволяет там потратиться на ребенка, то он уже будет играть на платных аттракционах. Безопасность. Да, по безопасности вопрос. На сегодняшний день я сейчас написал письмо, разрабатывал, вот, сами знаете, есть объявлен мораторий касательно проверок предпринимателей. Но мы все равно хотим создать комиссию в составе, чтобы было ЧАЭС, СЭС, Акимат, общественники, депутаты, в том числе и я, чтобы перед началом сезона, вот, начало сезона, 1 мая, перед запуском проверить все киоски на надлежащее состояние, да, скажем, там, СЭС со своей части, потому что, не дай бог, в парке отравится, там, или во всех скверах отравится ребенок. По безопасности аттракционов мы в состав хотим включить ЧАЭС. По батутам на сегодняшний день мы уже переговорились с предпринимателями, сказали, что на открытых пространствах батут устанавливаться не будет. То есть посреди деревьев с соблюдением всех требований, там, всех норм, чтобы со всех сторон прикрепить и, как бы, привязать к дереву и так далее эти батуты. То есть мы получим заключение комиссии для введения эксплуатации данного аттракциона, или, там, батута и киоска. Только тогда будут устанавливаться батуты. Только тогда это будет устанавливаться, да. Еще одной новостью, большой для Актюбинской области в целом, да, будет открытие аттракциона 42-метрового, да, колеса обозрения. Расскажите об этом проекте. Частный ли это проект, можно ли доверять безопасности? Да, это как жителю города мне очень тоже понравился этот проект, потому что раньше, вы знаете, в городе Актюбе было колесо обозрения, после чего его уже снесли, так как уже устарело. Но на сегодняшний день, получается, инвестор, он с города Караганда, планирует на, уже закупил на 200, около 280 миллионов тенге уже инвестиции составили, это вот кольцо обозрения, там будет 24 кабинок, планируется вообще эксплуатация в круглый год, потому что кабинки оснащены кондиционером, так и тепловой пушкой, которая будет обогревать зимой. Круг, получается, полностью круг будет составлять там около 10 минут. Касательно ценового преобразования еще мы, как бы, с инвестором я еще не переговаривал. Почему? Потому что у него есть опыт большой, он обслуживает, у него есть колеса, колеса, поставленные в городе Капчегай, Баровом и в Караганде. То есть для него этот проект, он не первый. Касательно безопасности, это хочу сказать, что во время приемки в эксплуатацию, там будут проверены уже госструктурами, там же будет ЧАЭС, наверное, и отдел строительства, все. По колесу обозрения, это очень хороший проект, также там будет иллюминация... В ночное время будет иллюминация там всяких картинок, надписей, которые для города, она будет преображать архитектурный облик, потому что место расположения сейчас данного колеса прям удобно расположено, если вы будете ехать со стороны мечети, скажем, по Бухархану, направляться в сторону района Сазда, вы увидите большое колесо обозрения, которое будет ночью сиять и гореть яркими светодиодами. Ну, наверное, по карману будет, да, все-таки? Да, ну, планируем, как бы, лично я сам, как общественный, как депутат, хочу с инвестором поговорить и примерно уже договориться на каких-то, скажем, доступных ценах, потому что данное колесо обозрения будет для всех, то есть для всех категорий, то есть для, как бы, детей и также для бабушки и дедушки. То есть все могут покататься? Все могут покататься, но по цене мы будем разговаривать, как бы, чтобы не заоблачная цена была и всем доступна была. Так как колесо обозрения, это, думаю, будет одним из тех аттракционов, которые будут привлекать всю область. Внимание, да? Да, внимание. Почему? Потому что при, скажем, присутствии в городах, когда ты с района приедешь, увидишь колесо обозрения, у каждого ребенка или у каждого человека по-любому проявится желание прокатнуться. Поэтому колесо обозрения – это очень хороший проект, и руководству города, как бы, предоставили полностью, как бы, земельный участок для установки данного колеса. Установки эксплуатации, да, длиннейшей. Аслан, вы только что сказали, что 1 мая открывается сезон, да, получается, всех зон отдыха. Но на самом деле в крупных городах, Актубе, в принципе, крупный город, места массового отдыха, они работают круглый год. Будете ли вы, как новый руководитель, да, обслуживающий компанией, как бы, продвигать наш досуг круглогодично? Вот, хорошо, хороший вопрос. Вот, смотрите, я, когда переговорил с предпринимателем по поводу замены киосков на новый тип, по новому эскизу, данные киоски будут отапливаемые. На сегодняшний день в парке, как вы знаете, стоят просто обшитые киоски кустарного типа, сделанные, да, в кустарных условиях, скажем. И в таких состояниях, ну, если честно, в ужасном состоянии. Мы, как бы, разработали, изготавливать будет киоск, компания, у которых есть лицензия на изготовление. Также в зимний период мы планируем ввести такие же аттракционы, как бы, чтобы организовать досуг жителям города. Необходимо отметить, что колесо обозрения, это будет в круглый год люди приходить. В связи с этим мы должны организовать другие аттракционы тоже, не только чтобы колесо обозрения было. И также разрабатываем там, например, скажем, планируем на пруду ввести каток. Также переговорил с руководителем, то есть с владельцем горки. Вот, вы знаете, раньше горка стояла, вот она последний год, наверное, бездействовала там и работала. Поэтому, чтобы запустить данную горку, мы уже устно есть договоренность, чтобы владелец вложил туда инвестиции, реконструировал и как бы запустил в зимний период. По другим паркам-скверам тоже, думаю, планирую, если мы будем надлежащие содержать, чистить от снега и так далее, но почему бы нет, запустить. Можно и в круглый год как бы запускать все аттракционы, чтобы работали киоски. А предпринимателям это будет, думаю, выгодно, круглый год работать и зарабатывать. Вы, как коренной актюбинец, наверное, согласитесь со мной, что когда только запустили работу парка, после большой реконструкции, была высадка деревьев, очень интересных практически, которые в нашей области нигде и не встретишь. Все эти деревья, к сожалению, погибли, да? Будет ли возобновлена эта работа по высадке хвойных деревьев? Вообще было очень много разных видов даже, которые не запомнились, но очень красивые. Что по озеленению парка? По озеленению парка, вот сами знаете, сейчас объявлен двухмесячник по проведению субботников, да? По парку закреплен областной акимат, то есть это они вот четыре субботника будут проводить, из них вот два уже провели. По высадке деревьев у нас есть вот очень много общественников, которые хотят, но по тем деревьям, которые посадили и они не жились там, на сегодняшний день на Казметах тебе принят дендролог на работу, который сейчас делает проект. Также необходимо отметить, что для города закупили дерево-пересадчик, вы, наверное, в соцсетях видели, и все взрослые деревья будут пересажены именно в парки и скверы. Также вот как депутат могу сказать, что мы сейчас разговариваем с земельным комитетом и с архитектурой, с отделом архитектуры, чтобы при выдаче земельных участков там для строительства, например, скажем, ЖК и так далее на БАЦ-2, если на территории будут взрослые деревья, чтобы они воспользовались услугами дерево-пересадчика и данные взрослые деревья пересадить уже в парках и в скверах. То есть такая устная примерно идея есть и договоренность есть. По посадке сейчас уже примерно имеются компании, которые хотят в виде благотворительности посадить в парках. Но все это должно быть в период указано. И по деревьям дендролог уже занимается, как вы говорите, спервохойной, а потом уже пойдут другие виды деревьев. То есть что приживется именно в Октябрьской области, то и будете сажать, да, в принципе? Да. По паркам и скверам мы уже сейчас планируем, в парке первого президента уже планируем как бы разработать капельное решение, чтобы по поливу у нас уже было понимание. По другим новым скверам, паркам уже при разработке проекта уже указан полив и уже как бы они сразу уже настраивают данный полив. Зеленый водный бульвар. Уже заметили, что некоторые реконструкции обновили, да? Которые выпали, белые вот эти особенные, шанрак. Это все ваша работа? Нет, я как бы выступил на работу в марте текущего года. Но... Вы продолжите, да, поддерживаться? Да, как вы говорите, мы будем поддерживать полностью належащие состояния все парки и скверы. Сейчас удобный инструмент это соцсети. Если жители в случае поступления нареканий по скверам и паркам, мы будем как бы моментально реагировать и отрабатывать данные нарекания. У нас проходит двухмесячник. Как оценивать вообще субботники в областном центре? Активны ли наши горожане? Ну, да, хочу сказать, что активность в этом году как бы завышенная. Почему? Потому что на всех парках, скверах, руководством области и города распределены государственные органы, предприятия, городообразующие компании и так далее. Вот я момент, скажем, областной акимат убирается, проводит субботник в парке первого президента. Также после этого я мониторю, с отделом мониторинга мы проезжаем по всем скверам, где также вот колледжи, университеты, коллективы убираются вот по всем паркам, скверам. Мы, соответственно, после чего, где мы видим мешки с мусором, мы уже организовываем уборку и вывоз данных мешков с мусором на полигон. Но как бы заинтересованность каждого, думаю, жителя, это прям оцениваю на, по пятибарльной школе, наверное, на пятерку. А вот завершится двухмесячник. Будете еще привлекать горожан к соблюдению порядка? Ну, обязательно. Почему бы нет? Так же, как руководство парка, то есть парков и скверов в Хазметах, я буду насылать письма для организации субботников или каких-то мероприятий. Также вот, скажем, по субботникам заинтересованность жителей очень, потому что вот на сквере Манчук-Маметово, это возле Нургасыр, понимаете, где это? 12-й микрорайон. 12-й микрорайон, да. Жители даже сами выходят на субботник и убирают данный сквер, помогая нашим сотрудникам по сануходу. То есть уже ответственность солидарная у населения, где отдыхаем, хотим, чтобы было чисто и красиво. Спасибо вам большое, Аслан, за ваши ответы. Мы желаем удачи в вашей деятельности. Хочется, чтобы октябрь действительно расцвел, был чистым, зеленым, красивым. Дорогие телезрители, это была открытая студия. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин